Добрый вечер, коллеги! Я вижу сразу себя в области. Я думаю, у меня видео слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. Видо ли вам слышно? Да, вижу. Коллега отвечает на вопрос Алексея Васильевича. Все прекрасно, все хорошо. Как приятно читать, что все прекрасно и все слышно. Хорошо, коллеги. Я очень рада вас видеть. У нас уже 140 человек. Я надеюсь, что еще подтянутся. Вот и крым даже с нами. Видите как. Прекрасно. Поговорим мы сегодня с вами, коллеги, о... ... 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 Посмотрим, как в шаблоне, да, такие типовые шаблоны элективного курса делаемого английского языка, может он будет, конечно, не обязательно элективным курсом, это может быть, в принципе, просто культуральный английский в ту сторону, что он выделяет, да, дополнительные часы в школе, да, если такие, конечно же, есть. Итак, давайте сначала познакомиться с электронным учебным пособием. Я сегодня покажу не только скриншоты с пособием, но и включу видеозаписи, видеозахваты по пособию сделаю. Покажу вам по навигации, как он увеличивается страница, уменьшается, покажу, как это все прекрасно и удобно, да, мне, надеюсь, очень понравится. И в конце, после того, как мы с вами познакомимся со всей презентацией, да, со всеми достаточно статичными слайдами, покажу вам целый третий модуль, на видео уже снято, с аудио, с тем, как есть возможность работы с аудиторией и так далее. Будем надеяться, что у вас все хорошо будет подгружаться, так что, я думаю, на сегодняшний день будет все точно так же хорошо. Итак, электронная учебная пособия «Пересэндрэш Филянутальс» предназначена для молодых людей, желающих изучать английский язык для делового общения. В курсе использованы аутентичные материалы из разнообразных современных источников, как на сегодняшний день и в будущихся к бизнесу. Продовые уроки всех разделов разработаны как симулированные ситуации, максимально приближенные к реальным условиям. Мы с вами это увидим на видеозаписи, когда вы смотрите весь третий модуль. Пособия содержат интегрированный аудиокурс и интерактивные упражнения. Рассчитаны на 70 часов учебного времени. Имеют модульную структуру, которая, соответственно, позволяет довольно адаптировать курс потребностям учащихся. Всего пособия 14 модулей. И используется такой пособий и в старших классах школ, и в СУЗах, и в ВУЗах, и на языковых курсах. Вот, Алексей Васильевич, вопрос в чате заборачивающего вебинара, но у нас сейчас уже больше подтянулось. Мне все-таки интересно. Комендую проводится ли у вас такой курс делового английского, вот в том месте, где вы работаете? Может, в институте, у вас есть деловый алипийский, а может быть, у кого-то в курсе, на языковых курсах. Пишите, пожалуйста, в чате. У меня коллеги сразу пишут, что нет, нет таких. Два человека смелых нашлись. Мы сегодня с утра прямо, я смотрю в виде скромного пуха. Вы по чате очень понравится, писать не бойтесь, мы не кусаемся. Вот, Бики Эрбирова Алина пишет, у нас в школе один в первом классе есть, как правильный класс. Наталья Николаевна пишет, да, город Пермь. В основном я думаю, что первого делового нет, английского нет. Но я надеюсь, что вам понравятся пособия, и когда у вас появятся часы, которые можно будет использовать по турокузу по выбору, да, то вы, наверное, возьмете Business English. В орбонентарно-технический техникум есть в Дировой Оренбург. Наталья Николаевна, как коллективный курс для отхода от этих классов. Да, вот получается, да, это первое, да, у нас 12 лет уже вы ведете. Угу. И свелочная деятельность, вот, что очень интересовало, да. В Челябинске, если в Челябинске пишут. Отлично. Ну, то есть, я так полагаю, этот материал все-таки действительно актуальный и интересный. Вот, хмау, как коллективы, как и газон. Угу. Да, в основном я думаю, что коллега у вас Вот как у пользователя Мурайва, да, просто пока нет. Не будет. Давайте мы, прежде чем знакомиться с фокусами элективных курсов, посмотрим с вами на навигацию. Посмотрим на видео. Соответственно, подождем немножечко пока видео у нас подгромится. Я надеюсь, что оно подгромится многодавно быстро, потому что этот видеоролик не такой длинный, да, не такой большой, как остальные. Коллега, напишите, пожалуйста, в чате. У нас подгрузилась, картинка появилась. У нас подгрузилась, картинка появилась. Я надеюсь, что сейчас у нас уже в основном у нас все. Подгрузилась. Давайте попробуем посмотреть, какие есть возможности. И у нас замечательные кнопочки есть, что нужно делать. у нас можно увеличивать до необходимого вам размера, если, допустим, вам надо еще ближе, чем размер экрана. Пожалуйста, вы можете это делать. Но заодно сейчас вам нужно ознакомиться с содержанием, да, и у нас тема затронута. И у нас тема затронута. И у нас тема затронута. На первые 8 минуты, да, и мы можем посмотреть все в 14. в 14. Можем вернуть до размера страницы. Можем увеличить подразмеры крана. Есть замечательная функция. Просмотреть результаты по выполненным интерактивным упражнениям, которые у нас еще не участвуют. Смотрите, да, вот здесь все 14 модулей. В каждом модуле есть интерактивное упражнение, и мы можем распечатать наш свой результат по минимуму модулю. Можно делать закладки. В учебнике постраничные. На самом деле вы себя получаете, что на этой странице у вас есть что-то необходимое вам, да, чтобы можно было быстро получить доступ к этой закладке. Можете вы и сделать примечание к упражнению, к какому-то определенному, где-то упражнение к месту, к месту на странице, то есть можно для себя что-то необходимое написать, пометить. Вот так вы написали, вы помещаете квадратик в меньшую часть страницы. И в единственной стороночке посмотрите, да, у вас стрелочки влево, в правом, в правом. Можно переходить по модуру через меню. Ну, допустим, да, мы хотим пометить, что мы остановились на определенном каком-то упражнении, да. Нам уже не нужно, как в печатной книге, мы хотим искать закладки, делать какие-нибудь залитки, да, или с чего-то долетишкой направить странички, мять и так далее, да. Мы здесь просто делаем примечание и помещаем его к определенному упражнению. У нас будет, соответственно, появляться такой желтый квадратик. Вот такие вот функции, вот такая навигация для присутствующих программ Adults. Ну, это типа не видно, что у меня со слезами и у нас некоторые тексты поменяются. У меня, когда спрашиваете про бизнес-эгридж, фост-курс, у меня есть некоторые тексты, соответственно, некоторые аудио, вот, и, ну, только все и прочее, теперь это все насыщено от огромного количества интерактивных упражнений. Так что я думаю, что в основном это все раскроется, вот когда мы сейчас будем смотреть примеры. Итак, все эти активные курсы аккомпенсируют проблемы в базовом образовании, готовят к ЕГЭ, являются продолжением прокуратационной работы, помогают приобретать умение для решения практических задач, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда, являются поддержкой изучения общеобразовательных предметов на продвинутом уровне, интегрируют те полученные знания в единственную картину мира, и выполняют интересы учащихся. То есть, посмотрите, во сколько разных курсов выполняет, допустим, уже один, да, эффективный курс по деловому английского. Давайте посмотрим на формальную структуру программного темного курса, то есть она приблизительно, она может варьироваться в зависимости от региона. Кабановы. Пыльсячная темная записка, тематический план. Календарный тематический план. Здесь не просто написать только календарно-тематический, потому что по сути, если мы добавим коровочку с количеством часов на каждую тему, допустим. Где это подарки в школе требуют отдельные тематические планы, отдельный календарный тематический, то здесь уже зависит от вашего учреждения, да. Содержание изучального курса, русские рекомендации и, конечно же, литература. То есть та литература, которую использует педагог на составление программы и при поведении данных занятий, и литература, которую будет использовать учащийся. Что как правильно входит в пояснительную записку? Нам нужно ответить на несколько вопросов, чтобы она получилась очень целостной. В первую очередь, зачем нужен этот курс? Зачем нужен будет глава английского? То есть нам нужно обосновать необходимость введения данного курса. Далее, когда будет этот курс проводиться? Для каких классов он будет проводиться? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно указать место и рот данного курса по ордену обучения. Далее мы прописываем, конечно же, что этот курс связан литератом с английским языком, или, например, сканулкой, да, что будут развиваться на такие-то и такие-то умения. Будут достигаться универсальные учебные действия, универсальные учебные действия, что будет достигаться определенная цель, решаться будут задачи, будут прописаны, конечно же, функции, сроки реализации программы, методы обучения. Здесь, конечно же, у меня в скоках указана самая простая классификация методов. Это пассивные, активные и интерактивные методы. Мы с вами знаем, что пассивные в основном это в лекции вывод, когда преподаватель читает лекцию, а студенты ее записывают и не участвуют в обсудении. Активные, если, допустим, это будет в классе, рассказывается какая-то тема, но учащиеся уже участвуют, они общаются с педагогом, они отвечают на мои вопросы, решают какие-то задачи и так далее. И интерактивные, если еще учащиеся, помимо того, как общаются с педагогом, еще общаются между собой. В таком случае это будут методы интерактивные. Формы обучения, то есть индивидуальные и групповая. Режим занятий, то есть сколько часов будет в неделю. Предполагаемые результаты, что мы хотим достигнуть, когда учащиеся этот курс весь освоят. И инструментарий для оценения результатов обучения, то есть как будет проводиться оценение. К сожалению, я как-то, Наталья, на улочек помочь не могу, ты пишешь, что вы менять звук. У меня действует, потому что люди подвигают ползунок звука на видео с самым опытом. Если ползунок подвигать, то звук сразу же появляется. Я думаю, коллеги сейчас в чате помогут и подскажут. Давайте посмотрим на образец титульного листа. Он, конечно же, везде разный. Кто-то сверху пишет, как у меня здесь, две строчки такие типовые, кто-то пишет еще что-то, какие-то в министерстве или другие, региональные. Но сегодня сейчас, как правило, два строка, это кто утверждает. У меня здесь, как пример, только одно утверждание, но как правильно утверждает и директор, и дизайнер в учебной спектно-работе, и еще и методист. То есть у вас будет такая уже обширная шапка у этого титульника. Название тоже, опять же, зависит от учебного заведения, где вы работаете. То есть как вас просто писать, так вы, конечно же, и будете. Я вот предложила подписать сначала, что это программа курса по английскому языку, делая английский для молодежи, и указать возраст учащихся, 10-11 класс. Вы подписываете себя к составителям и показываете город и год. Что касается подписчиков записки. Выпадали такие вот шаблоны. Предлагаю вам курс предназначен для учащихся 10-11 классов, если вы видите пропуск, да, в профиле, ну, допустим, с аэкономического профиля. А также для учащихся 10-11 классов, желающих обладать, ну, вы могли списать деловым английским. И общение, да, в помощи делового английского. Дальше у нас идут, смотрите, да, общие фразы. Последние годы все большее количество учащихся, да, использование английского языка предполагает наличие участников коммуникации и достаточного запаса знаний. Лабочее владение английским языком предполагает не только знание профессиональной лексики, но и такие умения, как и так далее. То есть мы можем вот такую записку, да, написать очень легко. Главное показать, что деловый английский для той или иной группы учащихся, для которой вы планируете, он актуален. Вы прописываете, конечно же, цель, что является целью вашего курса. Пишите развивающие, воспитательные цели. Пишите... Задачи прописываете. Что будет, какие зависит от выводасти говорения, выводасти письма, выводасти аудирование, выводасти чтение. Что будет в результате прохождения курса, чему они научатся. Ну, допустим, они научатся составлять правильный резюме, вырамотный резюме, научатся отвечать на деловые звонки, научатся писать деловые письма, головы, e-mail. Структура курса, организация обучения, да, здесь у нас уже такой готовый обзаз практически написан. Курс рассчитан на 70 учебных часов, состоит из, по повестке, столько математических разделов по определенное количество уроков в каждой. К чему это? К тому, что у нас мелкие, да, системы построения бизнес-инвешивых лендалов. Соответственно, вы определены моды, вы только выберете, да. И, соответственно, у вас будут определенные математические разделы, может быть не все 14. При оборочении занятий в неделю может быть длится 35 часов в 10-м классе или 35 часов в 11-м классе. При оборочении занятий в неделю курс может быть проведен за один в учебный год, либо в 10-м, либо в 11-м классе. Можете вы сюда прописать в председательную записку и методические принципы. Например, интеграция, основные для чего к умению и навыкам. И последовательное развитие основных для чего к умению и навыкам. Коммуникативно направленные задания. То, что темы и материалы курса соответствуют вырасту, интересам, умным и языковым готовке учащих. То есть все это можно прописать в председательную записку. Четыре я вам этот повторяющийся слайд. Не думаю, что я ошиблась. Я его не просто так сюда поместила. Читать я вам этот слов, конечно же, не буду. Помещаю это сюда для того, чтобы показать сейчас, например, как это выглядит на практике. Вот, например, компенсирует проблемы в базовом образовании. Какой вот пример на компенсацию проблем в базовом образовании? Допустим, составление грамотной презентации. Вот очень хорошая карикадура. Здесь посмотрите в правом верхнем углу. Может, немножко приблизим. Чтобы вам было лучше видеть, да? И, particularly if everyone to sleep within the first five minutes, The rest of my presentation should work pretty well. Да? То есть вот, чтобы не стать таким специалистом, да? Как девушка, которая готовится к презентации, да? Ну, чаще всего учим. Соответственно, у них есть замечательное такое упражнение. Listen to a professional presenter, Robert Jackson. Giving bias on how to prepare for your presentation and complete the notes made by one of the listeners. И у нас дают в двух частях, так и соответствующий, да? Конспект, который сделан, как бы, студентом за профессиональным лектором, за Робертом Джексоном. Вы должны здесь все это заполнить, да? Все это вписать. У меня здесь есть какие-то названия, конечно, и аудио, и есть какие-то названия интерактивные упражнения. Если я нажму, то мы как раз это третий модуль. Мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть на видеозаписи потом в конце вебинара, интерактивные уже. То есть мы учащики все готовы к нормальной жизни. Они, как бы умеют, у нас делать презентацию, но действительно раза два, три, а не в третьей периодии. Три раза в четверть. Восемь сделать какие-то презентации. Пусть каждый будет к проекту. Какой-то доклад в виде презентации. Но они у нас будут, как правило, сделаны на скорую ручку. Либо это будет очень простая презентация. Либо будет достаточно эффективным. Может быть, если ребенок выбирает какое-то постоянное видео на свой фон, на нем плохо смотрится текст и так далее. В той порядке располагают, по существу, непозначенности, факты, которые нужно рассказать и так далее. А здесь такие задания мы этим учим. Следующий пример, опять же, для компенсации проблем в базовом образовании, это написание писем. И вот. Посмотрите, пожалуйста, по заданиям. Я сейчас вот приблизу. Что нам нужно? Нам нужно поработать в парах. Посмотреть на картинки. На картинке. На картинке у нас. И обсудить, как правильно написать письмо в том или ином случае. У нас здесь там шесть вариантов. Посмотрите. Веритую комбинацию и выклочит. Так что здесь нужно и разграничиться, да. Потому что один из вариантов это поздравили в нем змея на отделе. А, например, последний в рамп шестой. Потому что мы хотим написать письмо с болезнами или письмо с извиненами, да. То есть, действительно, абсолютно будет два разных письма. Как скачать презентацию и где. Пытаюсь скачать на этом сайте через парам и заново регистрироваться. Как скачать проще. проще никак не скачать вам нужно зайти на удушь кичу зарегистрироваться там форма регистрации очень короткая очень маленькая заходите либо если вы уже зарегистрированы значит вы уйдете свой логин и пароль и заходите в издательство типа семинары и вебинары презентация с вебинаров чтобы играли и внезлили деловое письмо нет в том что мы должны показать письмо мы должны показать учащимся что это абсолютно разные вещи написать письмо с извинением или письмо поздравления с днём ваш днём и написать например второй пункт здесь как раз уже письмо деловое характерное нужно чтобы нас взяли на работу налетную для сравнения чтобы учащихся на двух парах обсудить ну пожалуйста компенсация проблем разом организований что касается подготовки к игре здесь конечно примеров их очень много нет по всему учебнику я взяла вот первое можно сказать что у меня в глаза попалась посмотрите вот две голоса я предупречусь и ясс вот камни вот камни и у нас нужно послушать четырех говорящих и выбрать соответственно кто к какой компании имеет отношение задание вести интерактивным людям поэтому выполнить его еще более приятнее да у нас кликаем на кнопочку сам слушаем и нам нужно только впечатать в выпадку картинки или колонку pictures и проверить себя через чек то есть очень очень все удобно и хочется заниматься с этим раздел по кегу например то есть подготовки к кегу у них тоже есть интерактивные видео это упражнение реакции нам нужно подтащить правильное правильное начало подложения добавить префикс к словам чтение да выведение здесь у нас чтение текста и подбор правильного заголовка и причем обязательно justify your choice мы обязательно объясняем свой выбор что последствуют манитационные работы например тема companies здесь у нас замечательные картинки посмотрите ребята любят и microsoft и компьютерный мир и разберки а тут все то что им уже сайт магазина amazon давайте посмотрим что же от них требуется что касаемо как раз преференциальной работы и мы посмотрели на картинке отличные вопросы вопросы do these companies do are they big or small where are they which are they who would love to work for то есть мы их подпалкиваем к тому чтобы они пообсуждали где они хотят работать в какой предложенной компании они хотят работать и конечно объяснить почему и пропордиционная работа о позже пропордиционной работе корпоративная этика восьмой моды первое задание было об с тем что коллеги очень поняли но объяснили тем что не смогли прочитать что мы писали я вас прошу как раз ответить на вопрос почему же злится босс почему же он злится на сотрудника как вы думаете если совсем не видно что вы решили реплику босса то я могу ее прочитать там в 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 и мы видим что в кабинете развешаны везде пластеры и так далее с флайс здесь в мухе а вы знаете почему как раз шеф был очень удивлен что почему же сотрудник рыбачил как раз занимается как он так послел что прошел про него такой слух что он хотел на рыбалку и ловил на червей вот пожалуйста приедал свою допустим для вермапсы как вы думаете такое упражнение хорошо пойдет? нам нужно разговорить ребят первое упражнение тема корпоративной этики как раз он пишет медленно еще коллега пишет во двум романту но не знаю мне кажется как раз для старших вкульников это очень увлекательное упражнение когда ему нужно объяснить почему же все таки здесь босс и есть те у кого набор почты отпускаются ученики по этому поводу здесь как раз наша задача поставить их перед следующим выбором чтобы они выкладывали конкретно свою точку зрения почему с их точки зрения босс будет ругаться на сотрудника может быть какая-то будет самая лучшая точка зрения я не как сегодня из педагогов я сейчас на 232 человека не могу вообще выйти на видео все статизируются почему-то сразу писать они будут не молоть, а вы знаете, что-то немножко дыма здесь не помешает если увлекаются рыбалкой но не обязательно тем не менее слово to fish и мухи и черни не знают и замечательно на этом все откликнутся да, чувства дымаров тем не должны быть да, вот мне бабушка не представляется я буду подробовать интересные варианты это очень хорошо что-либо предположение в мутере это главное, надо говорить у нас в мутере предполагалось что касается еще про функционирование работы например radio speaking тоже в третьем модуле работаем в парах и думаем как нам получить хорошую работу для этого заполняем mind map to get a good job и соответственно объясняем обязательно свой выбор каждый раз да, почему именно тот талантливый фактор повлияет на то, чтобы получить хорошую работу которую не знают вот у школек это не только общение с боссами в школе по всему, особенно старшие школьники очень хотят поскорее пойти на работу и как раз стать сотрудниками этих боссов так что можно показать, что бывает на основном этой работе или четыре бежда в мутере как нужно в мутере в мутере в мутере то есть мы просим учащикся наставить предложение в правильном порядке и обязательно в конце спрашиваем what should you do to follow those steps у нас есть language support который мы можем причем еще распечатать как мы идем захватить и как это делать и в мутере как мы верзли чтобы учащики могли быстрее заговорить как начать приложение, но и дадим небольшую подсказку. I think at first you should. First of all, it's necessary. Then, up to that art, и так далее. Опять же, вот тоже у меня будет к вам вопрос. Как вы делаете? Сейчас я вам приближу. Разве у нас speaking. Тоже нам нужно говорить. Вот я пытаюсь у вас тоже все еще в процессе говорить. Здесь еще не отчаяние. We pass in the interview and say, When do you think Mrs. Tide will get the job? Why? Why not? Как вы думаете все-таки, получит ли Mrs. Tide работу? Пройдя вот интернет так, как она вот проходит. Здесь текст очень хорошо видно, поэтому я надеюсь, что Вот полный крист пишет. Да, получит. Еще есть мнение. А если да, получит, то почему? Вы же кто спрашиваете, Вань? У вас в пообедной точке. И Вань если я свою, и если нет. Вон еще подтягивается коллеги. У меня пишет. У меня пишет. Нет, не парует, что работаем. У меня пишет. Нет, не тем, рабочее время не нравится. Да, то есть в основном. Теперь мне просто очень интересно, почему когда я решила, что все-таки может получить, если встает работу. У нас еще есть мнение, что может получить. Вот видите, как может быть интересно работать с такими упражнениями с учащимися. Я вам не поставлю один вариант ответа. Учащиеся будут во других. И я с умом. Да, причем если еще и не просто, да, например, я думаю, что она получит. А если еще объяснить, почему она получит все-таки работу, даже несмотря на то, что она призналась сама, выставляется с хорошей точки зрения в ее глазах, что она занимается в рабочее время, да, не тем вещами, чем должна была заниматься, но, да, работа она сама не получит. Да, главное, которое он пишет правильно, обосновать свой ответ. Видите, где он пишет. Ко мне не работа, которая занимается постоянными делами. Главное, скажите, здесь очень такой аутентичный текст. Что делать не надо делать? Если это редакция, то получит. Нет, согласна, например, с Александром. Здесь зависит от того, в каком мы все вместе делаем. Вот как раз в критическом мышлении, посмотрите, да, какое развитие критического мышления. Совет широко упорки, а не расхват, получит. Репродаватель отвечает, предко согласен. Могите, пожалуйста, я вам просто радоваться, что понравилось. Да? А еще, прям даже мне интересно, не напоминает ли вам эту историю ничего больше? Пока я слово уменьшаю. Смотря, какими делами надо заниматься. Да, смотря, как специально свои слова будут. А на сути дела это изменяет ситуацию, да? Две такие дамы, работая секретарями, транслятором, очень даже хорошо тратили время, в рабочее время написали романок, а потом их работали. Мы публиковали, по ним даже фильмы сняли. Эксана Северна пишет. Воз похож на тратарь из демилочки. Почему? Потому что там тоже крот очень хорошо распоряжался. У тебя пишет ойлинг? Нет, ойлинг. Рабочая линия на садок их писала. Линия вирусовки и 50 оттенков. Вот как раз там люди сидели писали в рабочее время. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Приобретение. Умение для решения технических задач, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда. Т.е. из третей недели мы должны совставить список вещей, которые нам нужно сделать, чтобы подготовиться к интервью. И чтобы не старт пока не состоял. Нам нужно, главное, заполнить подвечку. Подвечки у нас три колонки. Что мы должны сделать? Делать в любое собеседование. Где угодно будет собеседование. И в огромной, в основном, интервью, что мы должны сделать. Причем, обратите внимание, помимо того, что у нас не видны варианты того, что стоит подставить таблицу, мы уже после выбирать. Нужно, по принципу, мы после, тем не менее, еще с вами, да, раскинуть название и предложить свои, конечно, варианты. Они, поверьте, будут. Еще один пример. Это то, как общаться правильно, по демоверному, да, с людьми по телефону. Смотрите, по заданию нужно заполнить диалог и расставить слова в пропуске. Задание такое не возглавляет. Тем временем, когда мы его читаем, мы понимаем, как правильно общаться с клиентом. По идее целостного континюра. Здесь мы задание на чтение. Нужно прочитать предложения к каждому миру разговоров. Здесь два разных разговора. И расставить их в тройной порядке так, чтобы получились два телефонных разговора. в тройной порядке. Удивительно интересных учащихся. Я думаю, что все, что касается интернета, им до сих пор нравится. Они еще все это любят. А здесь у нас еще и проекты, которые начинаются через интернет, да. То есть, как мы здесь понимаем, интернет в бизнесе. И вопрос у нас, тоже это в ВМА. Тоже очень замечательный такой начальник. ВМА. Ха-ха. Они или вопрос отвечают, или у них есть еще иконекс, который на такую фоночку подойдет. ВМА. Как называются эти учебники? Вчера называется Бизнес. Украш. И когда дойдем, а мы скоро дойдем до славы, я вам покажу, где вы искать интернет-магазины. Оксана Сурмановна, я не в некоторых дней не работала в школе, но я на руки целой переписки, которые обучала детям, и детям помогали целой организации. Вот видите, коллеги. Так что, и я об этом не говорю, да. Здесь, в любом случае, то, что нам будет полезно. У меня такие коллекции, да, как вот в новом апах на разминках, конечно же, помогут разговаривать ребят. Ну, что касается дисконекса, то, I heard on TV, that everyone is getting rich on the Internet. Is there a little slack when the money comes out? Да, ну, что будет таким начальником, который просто думает, что из разъема, например, на компьютере деньги нельзя, да, учащиеся должны знать, что, как можно использовать интернет для зарабатывания денег. Межпредметные связи. Мы говорили, что приятно смотреть на этот слайд, на самом деле, знала о том, что он будет звонить сам иностранный язык. Почему приятно? Потому что у нашего предмета нет своего предмета речи. Мы можем звонить по любому предмету на иностранном языке. Мы можем звонить английский, к физике, к кино, к биологике, к экономике, к МХК, к истории, к географии, к информатике, к математическому науку. Пожалуйста. Ко всему этому предмету иностранного языка. Чего я могу сказать, да, о географии истории. Да, в географии истории можно как-то совместить его с химией, да, будет немножечко тяжеловато. В учебнике тоже мы найдем связи, например, с экономикой и информатикой. Немножечко приближем. Why do you think the instruction of economics is cultural evolution? То есть мы говорим о economics. С литературой и ораторским искусством, конечно же, да, у нас есть данный текст, full information, о том, как люди общаются в разных странах, ни в каком деталении не стоят тут, смотрят ли они в глаза, да, если eye contact, что у них с руками во время того, как они разговаривают. То есть все это название с текста и обсуждание с ребятами, да, то есть ораторское как раз искусство, да, как правильно, так, грамотно говорить. Обещала, вот, для пользователя Кристо, в том числе показать полезную информацию, где можно найти Инкрым учебной пособий делал английский биомологию. Ему нужно купить в интернет-магазине и сдать статью. Ссылочка здесь сейчас перед вами на слайде. Лучше понять, сейчас не кликать, а то не по новой вкладке, если в этой же вкладке откроется, то вы сребинары увидите. Вы можете зайти на инкрытическая точка.ру, увидите сразу же фиолетовым подсвеченный интернет-магазин, вкладочка, кликайте на нее, у вас выпадает меню слева, и в самый нижний пункт программное обеспечение. Кликайте на программное обеспечение, на четвертой странице вы найдете как раз электронную учебную пособию для молодежи. Я бы для вас сразу еще и цены выделила, если кому-то интересно, с честным времени посмотреть в интернет-магазине. 138.ру.пей. Причем на центральную доставку, то есть сразу же после оплаты он у вас будет в личном кабинете. И давайте мы сейчас перейдем как раз к видео. Я обещала, что будет показывать вес третьей моды. Видео довольно большие по размеру, по времени. Я разбила это видео на три кусочка, поэтому у нас в три раза подзагружается. Коллеги, напишите, пожалуйста, у вас сейчас появилась картинка уже в видеозаписи? Чтобы не было ориентироваться, когда можно включить. Угу. Вот вижу, коллеги, что уже перебилось. Коллеги, просто размытое, не волнуйтесь. То есть это начало немножечко будет размытое, потому что видеозаписи, чтобы они у вас прогрузились, мы их немножечко сжимали. Вот. Поэтому качество немножечко, конечно, хуже. Вот. В оригинале, естественно, здесь четкие тексты, не волнуйтесь, все очень хорошо читается и смотрится, да. Но вот чтобы мы с вами все-таки могли посмотреть на то, как реально это работает, то надо чуть жертвовать. В данном случае немножечко качества мы с вами пожертвовали. Вот. Отлично. Давайте начнем смотреть. Мы используем модуль, выбираем нижнюю нам модуль. Допустим, третий модуль, о котором я говорила. Учет и Чак и Вонт. На удобство подстраиваем себе подразмеры крана. Если вам нужно более близко, значит, вы просто еще приближаете через плюсик, через луку. вот так выглядит, пожалуйста, мебель. Приводные перезабилы, дальше у нас по-другому. Университет по-другому. Университет по-другому. по-другому. Университет по-другому. Вода из-за Его вакцину . Вот, пожалуйста, да, то, что я говорила, струненные интерактивные упражнения. В данном случае, в данном случае, в данном случае, по заданию слова, то есть, посмотрите, очень много интерактивных упражнений, практически около каждого, да, есть значок, мы можем кликнуть. Заня на перефразирование. Где они сами отпечатывают правильный вариант. Давайте мы сейчас следующую часть ролика посмотрим, как раз они не видели, что пропало. Да, правильно пропало, а потом сейчас подгрузим вторую часть, а потом будет еще третья часть. Как только картинка появится, значит, можно уже запускать. Как только картинка появится, значит, можно уже запускать. Следующая страничка, да, нам тоже нужно поставить правильные слова, правильные прописки. Думаю, что это очень легко, когда у нас такая обучающая программа, сразу вшита сюда, получается, обучающая. То есть, можно это все делать без отрыва, так сказать, от экрана. То, что я бы говорила, что некоторые упражнения можно не печатать. Вот как, например, language support. То, что коллеги писали в чате, что очень здорово, что есть фразы для начала разговора. Зачем он есть, пожалуйста. И мы можем также распечатать для себя место, да, куда нам нужно вписывать при разговоре какие-то фразы. Я сейчас вам сразу после последнего кусочка видео тогда расскажу. Переходим к следующей страничке. Тоже там, что мы видим. То есть, мы видим, что упражнений, кстати, модулей очень много. Они разноплановые. Мы видим, что на аудио... Сейчас у нас еще был пример упражнений с аудио. На аудио мы показываем, что у нас есть... Каждому аудио несколько заданий. То есть, мы только один раз прослушали и все, забыли про это. Про этот текст. И вот они еще с ним встретятся, когда будут делать другие упражнения, тоже направленные на эту же аудиозапись. Аудиозапись. Подождите, это правда, стали на ее зону. Вот еще одно аудио. Тоник смотреть, послушать. Участки. Эта пасту. Участки. Продолжение следует... 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 Технический вопрос, который я, конечно, не решаю, да, обещайте в службе поддержки, службе поддержки на support.com for support.edu.ru Вот то, что не получается перерегистрироваться и не получается у вас в IT, и напишите в службе поддержки, вам помогут. Очень удобный курс, удобная мультурная доставка. Коллеги, есть еще вопросы? Я тебя еще раз выслетила, просили до того, как нас стали показывать видео, вернуть слайд, где это нужно взять, да, со ссылкой. Есть ли еще вопросы? Если вопросы больше не будут, будем давать их для принятия сертификата. Вопросов не вижу. Давайте так выслезаем. Ну, итак победим. Надеюсь, нам не будет. Кто у вас не пойдет, нет! Почему она комбинат будет? Нет, не больше. Потому что очень стеснейся меня есть. Коллеги, даем вам ту кодку. Для обращения сертификата. Обращайте внимание на слайд, чтобы не возникало вопросов, как сертификат получить. Все написано по шагуру. Как вы в курсе встроены? Вот все, как вы видели на видео. Я кликала на значок, и тут же в правом верхнем углу у вас появлялся встроенный уже туда аудиопланер. Чтобы вы спокойно себе регулировали зуму, стал момент, с которым нужно выключали, перематывали, возвращали и так далее. Светлана, напишите на контакт собачка.ru Замечательно, коллеги. Я с вами люблю прощаться. Вопросы больше не вижу. Спасибо вам за внимание и всего доброго.